Всех приветствую! У нас на канале вышел недавно ролик, где мы звали в гости приставов. Они восприняли это буквально и сегодня приходили в гости к барабанной Оксане Геннадьевне. То есть хороводы у них пошли опять. И конечно хочется записать ролик. Вот они приходили сегодня с газовиками, хотят переписать показания счетчика. За газ, соответственно, я их не пустила. Запросил доверенность от Косогорской, а у них доверенности нет. Только какой-то там обходной листочек с собой. Но была бы доверенность, возможно, я их и запустила бы. Для того, чтобы они сняли показания счетчика, составили акт. И потом я бы у них запросила этот акт и вернула те деньги, которые они взыскали у меня с переплаты. Еще до отключения газа. То есть всю вот эту вот преступную бы шарашку я бы показала. Но, к сожалению, ни у юриста межрегион газа нету доверенности от Гаранина. Ни у пристава нету. Я, конечно, понимаю, что они хотели тут сделать. Потому что в том году, не приходя сюда вообще к нам в дом, они что сделали? Они составили левый протокол. То есть сфальсифицировали просто так. Якобы тут их кто-то не пустил смотреть показания счетчика за газ. Все это рассмотрели и прислали уже постановление, что там с Барабановой содрать по 2 500. А в случае неуплаты вы должны будете оплатить 5000 рублей. Ну и, соответственно, потом сесть на 15 суток. То есть они хотели тут поставить на счетчик. И, соответственно, я пошла на почту, запросила, какая корреспонденция приходила. Ничего этого не было. Никто сюда вообще не приходил. Как они могли составить протокол, что их сюда кто-то не пустил. Вы представляете, что творят? И это же уголовщина просто. Я даже и не знала, кто составлял этот протокол. Когда я подала в суд, значит, там уже судья прямо на сайте написал, что как бы я уже там к Адомцеву обращаюсь. Так я поняла, что это пристав Кадомцев Роман Владимирович. То есть он сфальсифицировал этот протокол. И это уголовная статья. И когда я написала уже в следственный комитет и вот это вот и в суд, и вот это вот все запросила. Документов-то никаких у них нету. Они ничего не отсылали, никуда не приходили. И деваться-то некуда. И у меня остались и записи, и видео, как я ходила к Федюшкину. Вот, следственный комитет, следственный отдел, так сказать. И разговоры все у нас с Федюшкиным. Я их оставила. И они тогда быстренько под шумок удалили вот это вот из полпроизводства, которое уже висело на сайте. Потому что поняли, что просто обосрались, вот, потому что что вытворяли. И теперь, значит, Кадомцев Роман Владимирович от меня убегает по газону. Роман Владимирович, вот по газону ездить, это, между прочим, административное правонарушение. Видите, как прижало-то, да, вас нарушать. Чего же вы нарушаете-то кодекс административных правонарушений? Ну, значит, сегодня у нас состоялся диалог. Конечно, я это, хотя так, к ним и не выходила. Только спросила доверенность. Вот, ну, что я хочу сказать вообще на сегодняшний день? На сегодняшний день не все ясно. Вот тема ЖКХ, она вообще для меня закрыта. Я поняла, как это все происходит. Я сейчас в основном взаимодействую со Сбербанком. У меня, в принципе, уже есть все документы, потому что Сбербанк, ну, как бы думал, что дадим. Как всегда думают, что, наверное, лошары тут ходят. Ничего такого страшного. Но дело в том, что документы у нас в руках есть очень хорошие. И даже вот у нас еще одного человека, там прям четко все прописано, что ИП, А, Аракелян. То есть деньги взыскивались ИП Аракеляну. Потому что, видно, вот эти приставы, они все числятся просто как ИП. Потому что их уже давным-давно все бросили, все их бросили, вся верхушка. Они до сих пор не поймут. Вот. И, значит, и что касается также газовиков. Вот у газовиков раньше вообще не было лет пять назад вообще никаких договоров они не заключали ни с кем. А когда люди стали копаться, они стали заключать договора. Вот в 20-м году я специально запросила договор, говорю, присылайте мне договор, я сейчас буду с вами договор заключать. Они, значит, присылают. А мне было просто интересно посмотреть, от чего имени, так сказать, от чего лица они заключают договор. Вот этот договор, вот он у меня, вот тут вот. И этот договор, он от лица якобы поставщика Малышевой Элины Робертовны. Вот поставщик в соответствии с ФСЗ номер 69 для газоснабжения в Российской Федерации, это собственник газа или уполномоченное им лицо. Вот эта Малышева Элина Робертовна, она не только не собственник газа, она вообще, вообще никто. Она нигде не числится, она только коврами может торговать. Это у меня уже есть ролики, кто смотрит наш канал, они вот это все прекрасно знают. Я показывала вот эти вот выписки, прям с налоговой, да, где с ее, прям с Акведом, чем она занимается. Ну, и вот эта вот Малышева придет время, она тоже будет отвечать, как сейчас отвечает Ахременко, да, потому что деньги сперли, ремонт не делался в водоканале. Вот, допустим, у нас Селезневка, с 56-го года трубы не менее, эту воду не только пить невозможно, в ней даже купаться опасно. Вот летом набираю бассейн, вода ржавая, желтая, у меня сын два раза травился, пока мы сюда приехали, ее пить невозможно. У нас вся Селезневка пьет покупную воду, и все молчат, как бараны. Я вот не понимаю, вот сколько раз предлагала там написать заявление, оставить на почте в магазине, все боятся. Никто не хочет связываться. Вот все сидят, платят молча, и, значит, пьют воду пилигрим покупную, и все всех устраивает. И сейчас, а на кого все вешать-то? Деньги-то стырили с бюджета, никто ничего не ремонтировал, сейчас Ахременко там за жопу взяли, трясут ее как грушу. Сейчас она уже, там, по-моему, у нее генеральный директор, там уже будет новый. Вот, так вот и Малышева, которая заключает договора. На каком основании Малышева заключает договора? Кто она такая? И вы еще сюда ходите, хотите у меня тут показания счетчика какие-то посмотреть? Вот, значит, пишет, что поставщик, и вот тут прямо она подписывает, что вот поставщик Межрегионгаза, вот, Малышева. Она такая же поставщик, как я балерина. И пишет, что она действует на основании доверенности. И вот я его отослала этот договор назад и говорю, вы мне доверенность сначала вот от Гаранина покажите, и все, как я отослала, с концами недоверенности ничего. Вот, если к ним бы пришли кто-нибудь, значит, в абонентский отдел и за какое-то лицо бы там что-то делать, да, какие-то действия производить, Малышева бы без доверенности на порог бы вас не пустила, потом плюс бы еще отксерила бы эту доверенность и приложила в свои бумажонки. Вот, а тут она, значит, просто она действует, и вот это считается, что этот договор имеет юридическую силу. Этот договор не имеет юридическую силу вообще, потому что она просто никто, и звать ее никак. Она лишь абонент, так, Межрегион ГАЗ, кстати, абонент, который и обязан оплатить вот эти вот услуги, оплатить за ГАЗ. И он за это деньги получает с федерального бюджета. И тут еще они ходят ко мне, и какие-то показания счетчика хотят переписать. Вот, так что вот на сегодняшний день вся эта тема закрыта, и прекратите водить тут около меня вот эти вот ваши хороводы. Вот, давайте не будем нарушать границ друг друга. Да, и еще, кстати, вот народ, не кешьте себя иллюзиями, что с вас до сих пор не собрали биометрические данные. Я захожу в банк, я даже еще не зашла в зал, если я просто тут стою на входе, где банкоматы, они уже знают, что я пришла. Я не знаю пока, как у них эта система работает, но я думаю, что что-то связано с биометрическими данными. Я еще не дочитала вот договор ДБО, но там, в принципе, человек заранее на все соглашается. Я еще его не дочитала пока, просто если кто-то знает, напишите в комментариях вообще, как это у них происходит. Мне просто интересно. И причем меня знают уже в любом банке, откуда бы я ни пошла. Я была в центре и, допустим, еду сюда на тракторную на Спартановку. И они, ну, может быть, там фотку, конечно, показали. Но дело в том, что они заранее уже знают, что я пришла. Вот я знаю, допустим, там в каких-то организациях, где работают люди на компьютерах, оказывают услуги, приходит человек, вбивает номер телефона, у него высвечивается строчка, что это проблемный клиент и с ним лучше не связываться. Но дело в том, что еще даже не подходя на кассу, они уже знают, что я пришла. Кто знает, напишите как-то, что в комментариях. Но я думаю, что они уже давным-давно собрали все биометрические данные. А вы тут боитесь, что они тут с вас скоро что-то там будут собирать. Все уже давно собрано, народ. Алло. Алло. Алло.